Всем привет! Меня зовут Алина Кэмерон, и сегодня у меня здесь на фоне, как вы можете заметить, мили-арт банок. В сети давно зародился тренд «Мои пустые баночки». В нем девушки показывают свои любимые продукты, которые покупают из раза в раз и используют до последней капли. Долгое время тренд касался только косметики, но сейчас его применяют и к уходовой косметике, и к средствам для волос, и даже к товарам для дома. Вы часто спрашиваете про мои любимые продукты и чем я пользуюсь каждый день. Так что, girls, готовимся скринить и набирать новую корзину в золотом яблочке. У меня здесь и волосы, и кожа, и лицо, и тело, и косметика, и в общем вообще все-все-все. Поэтому, если вам интересно, чем я пользуюсь на постоянной основе, то оставайтесь со мной, и я вам все расскажу. Давайте начнем с волос. Как видите, я сегодня уклажилась, уложилась. Такая вот у меня укладка. Я недавно научилась пользоваться Дайсоном. Боже, спасибо, полгода. Нет, уже год. Уже год он у меня есть, и только месяца два назад я наловчилась, наконец-то. И сейчас я постоянно с вот такой вот укладкой девочки с Патриков. Честно, казалось, что все супер легко и просто. Просто нужно было набить руку. Сейчас у меня волосы держатся даже без лака иногда. Но лак все-таки покажу, потому что именно вот эта вещь, это мой must-have, если я уезжаю в поездку типа там дня на 2-3, и мне нужно уложить волосы до поездки, чтобы они там немножечко держались. У меня лак от Матрикс. Про Матрикс еще 500 раз скажу, потому что для волос я пользуюсь только им. Не знаю, почему, не знаю, в какой момент это случилось. И уже, наверное, лет, блин, 6-5. Я пользуюсь реально только ими. Надеюсь, что я не переборщила, но, по-моему, да, реально очень долго. Короче, здесь у меня Матрикс Стайлинг Лак Спрей Фиксер для фиксации и контроля укладки. Он огромный, здесь 400 миллилитров. Я им пользуюсь уже примерно, не знаю, наверное, полгода точно. Он не заканчивается. Вот такой вот дуэтик. Здесь шампунь и кондиционер. У меня для окрашенных волос, как я говорила где-то когда-то. Я относительно недавно зимой красилась в блонд, там прядки осветляла. Вот, поэтому теперь я только на вот таких вот вещах. Дальше. Короче, не смывашка. Никогда в жизни мне не пользовалась. Купила вот один раз, и это прям круто. Это реально хорошо. Матрикс Total Results Breath Off. Мультифункциональный несмываемый нейтрализующий спрей. Вот эта штука уже вымывает желтизну. Ну, не знаю, не могу сказать, насколько работает, но мне кажется, что я бы пожелтела намного быстрее, если бы им не пользовалась, поэтому советую. Кстати, пока я помню. Девочки, прямо сейчас внизу напишите свой самый любимый продукт, который вы считаете must have. Не важно, для волос он, для кожи лица, для тела, не важно. Напишите, потому что все баночки на этой планете не перекупишь, а трендов появляется каждый день всё больше и больше. Поэтому будет классно иметь пространство, где есть какие-то, знаете, сборник баночек, которые реально работают, которые реально нравятся остальным, и которые можно купить по отзывам, так сказать, самым честным. Вот. Верно напишите, не забывайте. Зачем я вас потрогала? Напишите прямо сейчас. Дальше, давайте перейдём к телу, потом уже к лицу и к косметике, и к всему такому самому интересному. У меня всего две баночки, которыми я постоянно пользуюсь, просто всегда. Во-первых, The Act. Я, кстати, не знаю, они всё ещё популярны, или они уже немножко так подзагнулись. Короче, ребята, по-моему, российские... По-моему, да, да, нет? Где они производятся-то? Да, Product of Russia. Если вы любите скрабы, которые не только отскрабируют вам бачка и жопу, а ещё и оставят такой приятный шлейф масла, то это вот про этот скраб. Соляной скраб-бальзам для тела кокоса. Вот я обожаю скрабы-бальзамы, которые потом вот... Не нужно их смывать полностью, а которые оставят вам такое приятное послевкусие. Расскажу про крема для тела. Я не могу просто, ребята, я обожаю вот эти вот крема от The Act. Единственное, вот это просто грех. Короче, фольгированная упаковка всё время рвётся, и крем вытекает не из носика, а из всей банки просто одновременно вам, из всего тюбика, на руки, на тело, куда угодно, на кровать, где вы сидите. Но в остальном это реально лучший крем, который мне пользовалось за всю свою жизнь. Потому что он супер дешёвый, он огромный. Это реально, ну вот, банка размера с мою голову. Я не могу его закончить уже, ну тоже, наверное, месяца 4-5. То есть очень круто, очень долго расходуется. Плюс пахнет, вот у меня любимка, это крем для тела, грушевый пирог. Просто вы у бабушки в деревне, вот она такую шарлоточку поставила, корички туда насыпала, там прям сахара так щедро, такие сливочки. И вот вы так это едите, вот один в один. Очень вкусный аромат. Показываю свой второй крем, тоже АТ-Акт. Он уже в маленьком объёме, я его с собой таскаю обычно, но он другой по запаху. Он с ароматом, по-моему, там было написано, типа, виноград, белые цветы. Штука для душа. Это называется, сейчас скажу, называется на французском. Короче, миндальный шейк для душа. Если эта штучка настаивается, и она у вас полная, то у вас половина банки, это типа миндальное молочко, по-моему, или что-то такое. А второе, это масло. В общем, я не помню точно, но вы это вот так вот. Шейк, шейк, шейк. Получается такая пенистая, вкусная текстурка. Очень увлажняет кожу, при этом и отмывает, как гель для душа. Я такое очень люблю. Но она стоит так дорого. Мне ударили в подарок, потому что я просила, потому что я не хотела сама ее покупать. Но в целом, если вам некуда потратить деньги вот такие, блин, как мне украсить свою душевую рутину, да, это то, что вам нужно. В остальном, работает ли это лучше, чем гель для душа, думаю, нет. Просто можете потом намазать лосьоном для тела, и будет то же самое. Мы с вами выходим на финишную прямую. Последний продукт для тела. И дальше мы уже с вами переходим к лицу. Короче, тоже думала, не знала, показывать или нет. Когда-то я рассказывала, что я купила себе антисептик Зелинский. У меня он с запахом бергамот, зеленый чай, сандал и маск. Маск не знаю, что такое. Почему я его сюда вставила и почему все-таки решила показать? Этот антисептик просто реально лучшее, что я пробовала в мире антисептиков. Я всегда их с собой ношу, начиная, понятно, с 20-го года. Я пробовала кучу антисептиков, и это реально лучший. Он не воняет спиртом, он отмывает руки, у вас есть ощущение чистоты. При этом не до скрипа, не с ужасной спиртовой вонью, а с реально приятным классным ароматом, как будто вы надушились чем-то. Это просто must have. Стоит это вроде 800 рублей, если я не ошибаюсь. Не помню, сколько точно, правда, давно брала. Вот, я уже убеждена, что я возьму вторую баночку, потому что расходуется тоже долго. Как я уже тоже говорила, по-моему, не один раз, у меня уход для лица всегда состоит из очищения, тоника и какого-нибудь крема. По поводу очищения. У меня закончилась моя баночка серовая. Наверное, прошу привезти ее мне к кому-нибудь из другой страны. Вот, но сейчас у меня нет. Вот такой вот я постоянно пользовалась. Это просто must have. Это мой самый любимый продукт для очищения кожи в целом. Если у меня нет этой банки, что я делаю? У меня есть еще два варианта. Первая, это вот такая пенка для очищения лица. Ей уже просто 100 лет. Она вообще вся уже такая подбитая, ужасная. Это от бренда Too Cool for School. И как это называется вообще? Ну, короче, Egg Mousse Soap. На самом деле, это просто такая классная пенка. Она очень нежная. Она такая воздушная, пушистая, очень классная. А второй вариант. Это уже такая база. Она просто, мне кажется, для всех типов кожи. Такая суперсредняя. Это просто гиалуроновая пенка для умывания. Вот такая от LibreDerma. Они, на самом деле, сами прислали мне посылку. И там была эта пенка. Я попробовала ее. Оказалось, что это очень здорово, очень приятно. Я вот сейчас сама и пользуюсь. Я в последнее время пользуюсь всего одним тоником. Опять от The Act. Короче, вот такой вот зеленый тоник. Он, по-моему, освежающий. Какой-то что-то там... Сейчас я вам прочитаю. Ой, увлажняющий. Увлажняющий тоник для лица. Но на Wildberries было написано, что он освежающий. Тонизирующая, освежающая водичка. Я очень люблю тоники в целом. Я не могу их пропускать в своем уходе вообще никак. Мне просто некомфортно уже наносить крем на кожу после ощущения сразу же. Вот тоник. Это просто ульта. Я еще недавно где-то в ТикТоке услышала, что лучше сначала нанести тоник. И потом, не дожидаясь, пока он высохнет, нанести крем. Или сыворотку или чего там наносите. Смысл в том, чтобы не дожидаться полного высыхания. Я вот сейчас этим пользуюсь. Моя кожа стала настолько более плотная и упругая. И какая-то напитанная. Поэтому, девочки, боже. Крема. У меня их сейчас три. Во-первых, серовешка. Как я уже сказала, это реально один из моих самых любимых брендов. И я от них постоянно что-то покупаю. Самое крутое, что у большинства продуктов от серове есть внутри... Не знаю, как это работает. Но, короче, у них вакуумная упаковка. И когда вы уже заканчиваете продукт, он начинает сжиматься сам по себе. Сама банка сжимается. Таким образом вы реально получаете, ну, максимальный выхлоп от продукта. И чего не остается в банке. Вам не приходится ничего выковыривать, разрезать. Это гениально. Я просто неблагодарна за это. Но они довольно дорогие. Они сейчас не продаются в России. Это просто какой-то базовый крем. Мы с Дамиром в Дубае его купили. Тупо увлажняющий. Он для сухой и очень сухой кожи. Я помню, что в классе в 10-11 я покупала себе вот такую огромную банку. От них такую шайбочку. И там тоже был именно этот крем. Он супер хорошо зимой помогает. Типа, знаете, от трещинок. Даже на губы его можно наносить. На губы, на нос, когда вот здесь все красное такое, воспаленное. Мне помогало супер хорошо. По поводу всего лица. Нет. Особенно летом. Наверное. Не знаю. Короче. Нет-нет-нет. Прямо слишком жирный. Вот. Но на зимний период мне было очень вкусно, хорошо, приятно. Это ульта. Либридерм. Вот как раз таки то, что я говорила. Это максимально легкий крем. Он такой прям вот воздушный, с такой невесомой текстуркой. Увлажняет быстро, впитывается быстро. На коже не остается. Очень легкий. Классно как база под макияж. Поэтому я тоже его часто использую. И последний лот. Это тоже моя новая... Блядь. И последний... Что ж такое? Последний лот по кремам. Это вот такой вот. От New Dermis. Это SPF для ежедневного использования. Что меня в ней порадовало и почему я до сих пор не пользуюсь. Короче. Крем защищает не только от солнечных лучей, но еще и от выхлопных газов автомобилей. Всякой гадости в воздухе. Это очень круто. Меня это прям гипер порадовало. Я пользуюсь ей постоянно теперь. Здесь, конечно, огромная SPF. Типа 50. То есть, знаете, я 50 мажу, когда я условно лечу куда-то в Таиланд, в Азию. Не знаю. И хочу не сгореть на побережье. Вы мажете себе, когда вы прям, вот знаете, в самой подверженной риску зоне, где солнце вас просто съест иначе. Но в целом очень приятный финиш у крема. Он вообще незаметен, он невидимый. Он очень легко ложится. Очень классный, удобный. Вот поэтому я им пользуюсь. А, еще даже от синего света электронных устройств, от наших девайсов. Вот. Вот это тоже меня просто не так офигела. Это очень круто. Начнем с моей самой большой любви за последнее время. Это просто жесть. Это маленький бочоночек от Фруди, который форсили еще миллиард лет назад в ТикТоке, в Рилсах. Но я купила его только сейчас. Это может второй бочонок. Это самый-самый-самый увлажняющий бальзамный губ на планете. Этой зимой мои губы просто вымерли, как динозавры. Они просто отказались существовать. Они говорили, нет, мы не будем работать. Просто у меня текла кровь постоянно. Они постоянно лопались, трескались. Все было ужасно. Я чувствовала себя в пустыне Сахаре. Было просто отвратительно. Я пользовалась It May Balm, которые все мы так любимы. Я тоже их обожаю. На самом деле, что там миллиард цветов, миллиард вкусов. Как будто, не знаю, кюдишка какая-то. Очень веселая вот эта вот игрулька. Здорово, классно. Можно с подружками посмотреть, какие у вас вкусы. Прикольно. Но эта хрень мне не помогала вообще. Типа у меня постоянно все равно шелушились губы. Я просто, ну, короче, я уже сказала, было плохо. Вот эта вещь, вот она маленькая там стоит, меня просто спасла. Во-первых, быстренько скажу для тех, кто не знает. У меня верхние реснички нарощенные. Поэтому у меня из пустых баночек здесь только щеточка для ресничек. Пустая баночка от нее. По туши. Короче, тушь реально самая классная, которую я встречала в своей жизни. Она очень удлиняет реснички, подкручивает их. Они выглядят прям хорошо. Я в конце каждого месяца, когда мои реснички подвыпадают, мне приходится все равно пользоваться тушью, чтобы не выглядеть как высый какой-то крот. Не знаю. Поэтому тушью я пользуюсь. Просто вот сегодня у меня только начало месяца, поэтому пока нет. Короче, это телескопик от L'Oreal. Вот такая у них кисточка. Она очень узенькая, такая тоненькая. Максимально удобная. Не ложится комками. Не знаю, что не... В общем, ничего плохого не делай. Делай только хорошее. Обожаю эту тушь. Еще раз телескопик Extra Black L'Oreal. Знакомый всем известный, всем Vivienne Sabo, к которому мы все перешли. Это моя новая подводка. Cabaret Premier Waterproof Eyeliner. Она в формате фломастера, такая вот базовая. Я вообще пользуюсь любыми подводками и фломастерами. Такими вот баночками, как будто черными лицами. Мне абсолютно все равно. Я могу всем. Но максимально удобно, классно. Я прям за три секундочки рисую стрелки. Очень удобно. Последние три баночки. Во-первых, уже рассказывала, делилась. Мой обожаемый тин для губ. Очень классный. От Holika Holika. Розовенький, яркий. Для лета идеально подходит. Вы просто вносите его в один слой. И получается такой максимально добрый эффект зацелованных губ. Я такой очень люблю. Очень здорово. Если сверху нанести блеск или масло для губ, или бальзамчик, просто ульта. Просто супер. Дальше моя последняя пустая баночка по косметике. Это хайлайтер MAC. Как вы можете заметить, она реально пустая. Я довыскребываю оттуда последние-последние кусочки хайлайтера, которые по углам спрятались. И сияет долго. И наносится просто. И такой вот он кремовый, классный. Я наношу его и в уголок глаза, и на скулы, и на носик, и на губу, и под бровки. Короче, везде наношу. Честно, обожаю хайлайтер. Мне нечего сказать. Наверное, кроме того, что если вы любите экстра сияние, прям вот экстра-экстра, чтобы вас было видно с другой планеты, это не про этот хайлайтер. Не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, и еще обязательно перейти в телеграм-канал, или в соцсети с картинками, и смотреть меня абсолютно везде. Вот, на это все. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok